дорогие друзья с вами снова ищенко ирина сейчас приехала из женевы работала там с выездной программой и я работаю с иммигрантами с русскоговорящими людьми которые живут в европе уже на протяжении нескольких лет и общаясь с ними я вижу одну и ту же тенденцию а дни интегрируются достаточно быстро достаточно быстро находят работу окружение среду а у других даже спустя 10-15 лет и больше есть большие сложности с тем чтобы получить нужные документы чтобы устроить свою жизнь чтобы почувствовать себя более счастливым и это видео скорее предназначено для тех кто или живет в иммиграции или собирается туда или возможно меняет если не страну то город который в котором вы прожили много лет потому что иммиграция это не всегда смена страны иногда это может быть смена города особенно сегодня в украине у нас это достаточно актуально после событий в крыму событий на донбассе большое количество людей которые вот на протяжении уже стольких лет живут полгода там полгода там полгода там и не могут где-то осесть и не могут начать снова восстанавливать свой быт и свою жизнь так вот важно понимать что принадлежность это не только семья и род принадлежность это страна принадлежность это гражданство мы принадлежим к стране городу к району да например там я живу в киеве на оболоне и обращаются ко мне там в наших всяких местных газетах как к человеку который живет в этом микрорайоне и который там должен сейчас знать или уважать те или иные новшества которые вводят местное районное правительство и что это значит это как будто бы вы некое дерево которая так или иначе впитывала определенные законы определенные правила этой территории а теперь вы собираетесь пересадить свое дерево в другую почву иногда в другой климат в другую субкультуру все будет зависеть от того насколько это полярно насколько это по-другому и вот здесь хорошо было бы провести такую короткую хорошую ритуальную работу где вы с одной стороны просите вас отпустить благодарите то место в котором вы были если вы например меняете прям страну то при смене страны вы не перестанете быть украинским украинцем швейцарцем или канадцем вы не меняете свое гражданство до тех пор пока вы не поменяете в официальный раз а второе все равно ваши предки родители они принадлежат этой системе и еще до третьего поколения вы будете считаться гражданином этой страны потому что родина это родина отца системной точки зрения и когда вы благодарите когда вы попросите поддержки когда вы скажете например даже переехав не вы не перестанете быть дочерью или сыном этой страны вы должны тогда открыться для другой страны попросить у нее приюта попросить чтобы она вас впустила своего лона поблагодарить ее за то что например если уже что-то сделано и уже открыты для вас какие-то ворота это же можно сделать по отношению городу в которой вы переезжаете или к месту и как в котором вы будете сейчас проживать хорошо было бы знать историю этого народа историю этого города история этой страны их какие-то характерологические качества потому что я много раз вижу как люди которые живут за границей по 10 лет продолжают ненавидеть киприотов продолжают считать что англичане тупые или много пьют или еще что-то которые живут и например к норвежцам относятся больше меньше нормально но при этом видят город в котором они живут и все это как такое знаете аутоиммунное заболевание или когда имплантация так и невозможно резус конфликт так называемые в акушерстве когда разные резусы и мать и ребенок не могут сконнектиться и в данный момент мать хочет может быть даже но ребенок не хочет если это происходит и у вас вот такое вот короткое ритуальное действие не может быть успешным по той или иной причине тогда возможно за этим стоит динамика возможно вас переезд ваша эмиграция это что-то где на чем лежит родовая или кармическая программа тогда конечно и желательно было бы убрать потому что вы просто тратите свою жизнь понапрасно вместо того чтобы пускать корни там где вашему сердцу будет приятно и где вы сможете построить свою жизнь сможете выстроить ту конфигурацию тех взаимоотношений и со страной и с людьми и с культурой и с традицией как вам нравится вот поэтому это как я сказала уже видео полезно для тех кто в эмиграции но как вы уже поняли это в принципе тем кто переезжает иногда даже смена работы на которой вы долго работали и которые принадлежали там точно так же друг была своя внутрикорпоративная политика и теперь при смене этого вы место вы попадаете в другую среду это такая аналогия а вы можете ее взять подумать об этом и проделать какое-то действие как ритуальная я вам сказала или например это может быть физическое какое-то действие например прямо можно сделать подношение земли мед злаковые цветы вы можете почитать в интернетах есть очень много ритуалов которые объясняются как это делается для того чтобы эта среда эта традиция эта культура вас приняла и тогда я уверяю вас что ваша адаптация будет на порядок эффективнее быстрее более мягкой более радостной как для вас таки для ваших родных всем хорошего и до новых встреч